Дорогие друзья, всем привет! Сегодня в мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такое нежное жемчужное колье из бусин. Плетется оно очень легко и просто и быстро, а выглядит великолепно. Здесь в этой работе использованы три вида бусин. Жемчужные, золотые и вот такие изумрудные. Если вам нравится идея создания такого украшения, оставайтесь пожалуйста на моем канале. Мы начинаем мастер-класс! Итак, друзья, я взяла для этого колье бусинки, они все перед вами. Самые маленькие жемчужные бусинки у меня 3 миллиметра, затем вот такие золотистые 2 миллиметра, 4 миллиметра и вот эти зеленые, которые мы будем ставить в центре, 6 на 8 миллиметра. Вначале я набираю на иголочку одну бусинку, на которой сделаю закрепку, то есть пройду ее со второй стороны. Затем, смотрите, мне нужно будет набирать по одной бисеринке, вернее, бусинки. 6 вот таких бусинок мы должны с вами проплести, то есть я буду набирать по одной и заходить снова буду с противоположной от выхода ниточки стороны и возвращаться я буду снова в эту же самую бусинку. То есть мы плетем с вами лесенкой. Вот таким вот образом, чтобы развернулись наши бусинки отверстиями. Вот таким вот образом. Снова набираем одну. У меня вот эти бусинки я их покупала на Алиэкспресс и они, вы знаете, наверное, все-таки металлические. Они магнитятся и не очень хорошо их набирать, но по качеству они очень хорошие. Поэтому я выбрала именно их для этой работы. Набрали одну бусинку. Вновь, смотрите, прохожу в предыдущую бусинку с противоположной от выхода ниточки стороны. Снова возвращаемся иголкой в эту же, которую только что добавили. Пока все это крутится-вертится, но мы все это поправим, на это пока не смотрим. Четвертую набираю бусинку, прохожу в предыдущую с противоположной от выхода ниточки стороны. Выравниваем, насколько это возможно. Возвращаемся иголочкой в только что добавленную бусинку. Повторяем так шесть раз, то есть шесть бусинок нам нужно проплести. Проплели таким образом шесть бусинок. Затем, смотрите, друзья, я набираю на иголочку одну бусинку жемчужную 4 миллиметра, одну бусинку 6 миллиметров и еще одну жемчужную. Так, вот таким вот образом просто набираем и продолжаем набирать точно так же шесть бусинок. Набрали пару бусинок. Прошли в первую. Здесь очень важно подтянуть. И вышли иголочкой из второй набранной бусинки. И дальше нам нужно снова поставить шесть бусинок. Вот мы с вами поворачиваемся таким образом, чтобы ниточка выходила у нас вверх из крайней золотой бусинки. Затем, смотрите, я набирать буду, наверное, восемь бусинок. Сейчас я посмотрю, какое количество меня устроит, чтобы была петелька. И чтобы петелька не плотно обнимала вот эту часть дуги, а немножко так торчало. Четыре. Вы смотрите по вашим материалам. Если у вас другие размеры бусинок, тогда подбирайте индивидуально. Я набрала на мою иголочку восемь бусинок. И смотрите, я буду проходить, то есть вот у меня вышла нитка вверх. Я буду проходить вот в эту бусинку, первую золотого цвета, сверху вниз. Вот таким вот образом встанет моя дуга. Затем вновь я набираю на иголочку восемь бусинок. Брали восемь бусинок. И смотрите, теперь моя ниточка выходит вниз вот из этой золотой бусинки. Я провожу иголочку, смотрите, снизу вверх в первую бусинку после вот этой тройки бусин. Подтягиваем, плетем так до конца. Я вывела иголочку, завязала узел и теперь вывожу иголочку из второй бусинки золотого цвета. Вот так вверх. Теперь с этого момента наше колье будет иметь вверх и низ, поэтому это нужно будет учитывать. Итак, вывели иголку, продернули, узелок спрятался и здесь набираем четыре бусинки. Вот вышла рабочая ниточка вверх. Я набрала на иголочку четыре бусинки и провожу иголочку, смотрите, сверху вниз вот в эту бусинку. Затягиваю. Сейчас я посмотрю, будет ли это хорошо смотреться. Может быть, это количество надо уменьшить или увеличить. В общем, наша с вами задача, чтобы вот эта меньшая дуга встала хорошо вот здесь под первой дугой. Нормально, поэтому продолжаем. Набираем 12 бусинок и смотрите, проходим. Мы определились. Это у нас вверх, там где 4. Это у нас низ, там где мы будем расширять наше колье, поэтому мы набираем большее количество бусинок и проходим иголочкой во вторую бусинку золотого цвета снизу вверх. Вот так. Затягиваем эту дугу и смотрим, достаточно нам или нет. Достаточно. Дуга ложится красиво и аккуратно. Здесь также набираем 4 бусинки. Набрали на иголочку 4 бусинки. Точно также проходим в следующую бусинку золотого цвета сверху вниз. Затягиваем красиво, выкладываем нашу дугу и продолжаем до конца этого ряда. Итак, вот мы проплели, получается вот так сейчас. И следующий ряд заключительный мы с вами давайте сделаем вместе. Для этого мы выводим иголочку с ниткой из вот этой бусинки золотой в центре между двумя вот этими не задействованными как бы последними нашими золотыми бусинками. Выводим. И смотрите, друзья, здесь мы будем с вами набирать по одной бусинке между вот этими двумя в серединке. То есть одну бусинку набрали и проходим сверху вниз в соседнюю бусинку золотого цвета. Хорошенько затягивайте ваши снизки, чтобы они были ровные. Затем вот здесь в этой дуге я буду набирать 16 бусинок на иголочку. Итак, друзья, набрали 16 бусинок на иголочку. Опускаемся вниз по ниточке. И смотрите, проходим в следующем сегменте снизу вверх. Вот в эти оставшиеся. Сначала в первую бусинку заходим, затягиваем, набираем бусинку, набираем бусинку, возвращаемся иголочкой сверху вниз в соседнюю бусинку. Подтягиваем ниточку, выравниваем все ручками. Снова я набираю на иголочку 16 бусинок. Итак, снова набираем 16 бусинок на иголочку и проходим вначале вот в эту, снизу вверх бусинку. Здесь снова я набираю одну бусинку, прохожу в соседнюю бусинку золотистого цвета, сверху вниз подтягиваю снизку. И, пожалуйста, продолжите так до конца этого ряда. Смотрите, как уже вырисовывается наше колье. Конечно, нужно еще приложить немножечко ручки в том отношении, что выровнять это плетение, потому что пока оно, что называется, с пылу, с жару, оно будет немножко у вас, ну, немножко неровно. Поэтому, когда плетете, старайтесь разравнивать сразу эти петельки, чтобы они красиво у вас лежали. Итак, друзья, вот я проплела полностью все ряды наше ожерелье полностью готово и осталось только нам сделать замочек. Смотрите, как я закончила. Я вывела две ниточки с двух бусинок крайних, надела на каждую по бусинке золотые, а затем вот так вот одну 3 миллиметра, золотую и вот так вот решила закончить этот карабинчик. И плотно замыкаю соединительное кольцо, чтобы вот здесь не оставалось никаких зазоров. Откладываем в сторону, берем следующее соединительное колечко, раскрываем его, Крепим сюда нашу подвеску-утяжелитель в виде бусинки, затем кусочек цепочки сюда же и закрываю. Со второй стороны берем соединительное колечко, раскрываем его, крепим. Получается вот так. Итак, обе половиночки нашего замочка у нас с вами готовы. Берем иголочку, надеваем на вот этот оставшийся хвостик нити нашей, которой мы собираемся все это пришить. И с одной стороны я пришиваю вот этот замочек двойной ниточкой, то есть подхватываем, фиксирую ниточку и отрезаю ее. Теперь со второй стороной поступаем точно так же. Если урок вам понравился, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. А на этом я вам говорю, до встречи в новых мастер-классах. Всем пока!